Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. У нас в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев. Мы поговорим об интеллекте. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Тему я сейчас назвал достаточно широко, но мы с вами заранее говорили об интеллекте животных. Начнём с этого, а потом немножко поговорим о вашей книге «Атлас мозга человека». Ну, что, «Атлас мозга человека» – это про мозг человека, а не про животных. А я говорю, потом, потом. Хотя общих у нас очень много вещей. Ну, самый яркий такой представитель – это горилла Коко, которая умерла в 2018 году, прожив 47 лет. И, как говорила Фрэнсис Паттерсон, та, которая с детства её учила языку глухонемых, то есть в Америке это называется «Амслин», вот этот язык, который язык глухонемых, в американской модификации – это «Амслин». Она утверждала, что её горилла Коко знает примерно 100 тысяч жестов и может произносить 2000 слов. Значит, надо сказать, что Фрэнсис Паттерсон не была первой. До неё гарднеры воспитывали шимпанзе, мальчика которого учили языку тоже глухонемых, но он не одолел больше 350 жестов. Ну, и со словами было очень тяжело. То есть он обычно пару слов мог, так сказать, показать, и всё. Но, тем не менее, значит, в чём дело? Дело в том, что эта Коко показала, несмотря на то, что это процентов на 50 пиар-проект, а не собственные исследования, она показала очень многие важные вещи. Ну, пример важных вещей. Она показала, что обезьяны могут сопереживать. То есть если она видела там у лошади железку в зубах, она, значит, говорила, что лошади больно. Если она обижалась на кого-то, то она говорила, что это вот такой грязный стул, которым называла сортир, в который ходила по своей нужде. То есть у неё вполне было эмоционально окрашенное, понятное человеку поведение, связанное с сопереживанием и связанное с представлениями о красоте. Она, например, просила в экспериментателе, ну, я имею в виду у Фрэнсиса, она просила губную помаду, чтобы накраситься и стать красивой. То есть эти понятия все были. Но, конечно, надо сказать, что это Паттерсон, она, конечно, гипертрофировала способности этой Коко. На самом деле, я думаю, 200-250 слов и примерно 300-350 жестов информационных. Это нормально для человекообразных обезьян. На это указывают несколько ещё свидетельств. Дело в том, что пытались, как всегда, американцы, они пытаются там попробовать размножить всех, кого можно только, кого нельзя. Но известны их идеи о том, что надо размножиться в невесомости для пущего антуража. Так и здесь подсадили майка такую, самца гориллы. Ну, и он выучил всего несколько десятков таких фраз, которые позволяли идентифицировать, что он всё-таки от неё чему-то научился. Но здесь тоже эксперимент нечист. Как всегда, в Америке это в основном пиар-проекты. Он был подсажен поздно, когда уже момент созревания мозга сильно прошёл. И поэтому, конечно, он меньше научился. Надо сказать, что вообще во всей этой истории 47-летней этой гориллы от рождения до смерти очень много налёта такого так называемого умного Ганса. Это ещё одна история с XIX века, когда немцы, ну, они любили такие пиар-проекты, шоу, значит, когда возили по немецким землям Ганса лошадь, которую умел считать, отстукивая копытом то, что получается. Значит, ну, дело в том, что потом выяснилось, что если поставить человека за бумажное, за бумажный экранчик, и этот Ганс умный, то есть лошадь, не будет видеть экспериментатор, то считать она не может. Это дрессировка была? Нет, это даже не дрессировка. Это не совсем умышленное надувательство окружающих. Почему? Потому что лошади очень внимательны, и они следят за микродвижениями человеческого тела. И она следила, лошадь следила, конь следила и стучал копытом, видя, как, например, дёргается палец или уголок глаза. Они очень наблюдательные. И таким образом стоило изолировать лошадь экспериментатора. И всё проваливается. Ну, у нас такой тоже известный. Это известный авантюрист Болтун Невзоров, который, собственно говоря, пытался делать то же самое. Ему слава. Он на Ваганце не давал покоя. И он с лошадями делал то же самое. На самом деле, уже через несколько лет, уже в 79-м году, такой Герберт Террес разнёс полностью всю эту горилловую историю. Почему? Потому что он тоже работал с обезьянами, известный самец с ним, и он показал, ну, 125 жестов – нормально. Ну, и вот. А Паттерсон, имитируясь, какого, как бы, за неё рассказывая окружающим, что она говорит, она выдавала желаемость действительно. На самом деле, примерно те же результаты были получены ещё с одной обезьяны, с орангом Чантеком, который обучился 150 жестам. И даже пытался воздействовать с помощью этих жестов на смотрителей. Каким образом? Ну, как? Он пытался им объяснять, что ему нужно и что ему не нужно. То есть, ну, и всякие такие вещи говорил, что там огурец – это зелёный банан, он мог это объяснить. То есть, иначе говоря, с Коко, с этой гориллой, представление сильно преувеличено. И, в общем, об этом говорил даже такой известный авантюрист и прохиндей, как Роберт Сапольский, который занимался оливковыми бабуинами. В основном у них там кортизол умерил. А остальное – это он такой популяризатор, очень модный на Западе. Но даже он с ним, можно не согласиться со многими вещами. Но, тем не менее, даже он говорил, что это, в общем, эффект Ганса, умного Ганса. То есть, так что обезьяны, да, они, конечно, похожи немного на людей, они идентифицируют по фотографиям себя и других людей, им знакомых. Ну, например, показывают фотографии, они узнают себя, узнают знакомых им людей, а вот незнакомых людей уже относят к кошкам и свиньям. Ну, это обычное дело. То есть, дифференциация даже здесь возникает. То есть, так что попытки, кстати, размножить, как они удались, там, после Майкла, там, ещё подсунули и самцы, но ничего не получилось. То есть, иначе говоря, возможности у обезьян, конечно, есть, их мозг достаточно велик, но даже с микроцефалами в человеческом виде он несравним. И хотя Коко жаловалась там на представителей обслуживающего персонала, из-за чего, в общем, проект отчасти был закрыт, потому что она ругалась на них, жаловалась и называла нехорошими словами, но сколько могла. Ну, например, самое страшное – это грязный и плохой туалет. Ну, примерно так. Тем не менее, этот проект прекращён был, потому что в нём было слишком много пиара, очень мало фактологии. И исследование горилл, шимпанзе, орангутанов показывает, что да, у них есть отвлечённые представления, да, они могут переживать, да, они могут сообщать небольшие информации, состоящие обычно из двух слов, даже стекуляциям не могут добиваться своего, но это достаточно ограниченное дело. Ну, на самом деле, между нами семь с половиной миллионов лет разницы, и их мозг, сформировавшись на ранних этапах как человеческий, конечно, они вернулись в естественную среду обитания, они пошли по пути наших далёких предков, в результате чего вот мы имеем то, что имеем. Это не значит, что в животном мире нету таких, скажем так, образцов интеллекта или разума. Значит, очень долгое время среди исследователей, ну, в первую очередь, популяризаторов и всяких прохиндеев от науки, модными были идеи о общественном разуме насекомых. Это моднейшая тема, которая до сих пор, так сказать, многократно поднимается. Смысл в каком? Они говорят, что они обладают коллективным разумом. Ну, пока исследования были довольно примитивны на уровне наблюдений, всем казалось, что вот, да, действительно, они как-то договариваются, что-то совместно решают. Да и многочисленные западные наши фантасты, не обременённые интеллектом, придумывали огромное количество фантастических романов, как там тараканы собираются в огромных существах. Это известные все вещи. Но, тем не менее, постепенно стало ясно, что основой вот этого псевдоколлективного разума являются различные феромоны, которые вырабатываются муравьями, которые там, например, они обмениваются. Есть два типа – релизеры и праймеры. То есть релизеры – это те, которые запускают форму примитения, а праймеры – это перестраивают физиологию всего муравья. Ну, классический пример – это известен, что там, например, пока самка есть в муравейнике или в пчелиной семье, всё нормально. Она вырабатывает вещества, подавляющие половую дифференцировку. Как только она умирает, значит, начинается половая дифференцировка и несколько рабочих пчёл, которые являются самками, становятся самкой. Ну, в общем, это тривиальная вещь. Там много всяких других открыто в настоящее время, и гормонов, и регуляторов. Ну, например, там, после испаривания надо отбросить крылья. Как они их так сшибают, что это нет, конечно. Существует специальная там… И диалация является не просто событием, а событием химическим, которое вызывает такие события. Ну, и прочее всё. То есть, короче говоря, существует огромное количество механизмов регуляции. Ну, например, олеиновая кислота вульгарная, которая появляется всегда при разложении трупика, самого разного, например, муравьиного, вызывает, значит, у них желание быстренько убрать эту олеиновую кислоту из муравейника. Кажется, что это разумное поведение. На самом деле, просто биохимия. То есть, в этом отношении, конечно, ниши насекомых, у которых всего несколько десятков тысяч нейронов, это более чем скромные существа, живущие по инстинктивным законам. То есть, у нас как бы разумность, она существует в двух формах. Одна форма – это наследственная, когда вся информация о видоспецифическом поведении передаётся с помощью генов. Ну, у кого это? Ну, например, осьминоги, мы о них ещё будем говорить. Когда самка откладывает яйца, их охраняет, ждёт, пока появятся маленькие, значит, соответственно, осьминоги, и помирает. Там каракатица тоже, самец помирает ещё раньше. Никто детей там не воспитывает. Воскресных школ нет. И они просто за счёт своей наследственности, генетически детерминированной формы поведения реализуют. То есть, они моноциклики. Вот дожил до размножения, всё дело сделал, всё на кладбище. Значит… А обмануть этот процесс невозможно? Нет, невозможно. Потому что существует такая вещь, как хайфли – количество клеточных делей. Ага, понятно, да. Но это у людей то же самое. Почему мне кажется странным, что очень богатые люди не вкладывают деньги в изучение механизмов реальных продлений жизни. Этого бреда, сивой кобылы, который рассказывает в американском кино, что-то реальное. Но, к сожалению, они всё так же считают, что можно съесть таблеточку и, значит, вы омолодитесь. Позвольте, а предел хайфлика, насколько я помню, а вы поправьте, если ошибаюсь, никак невозможно преодолеть. Он же как-то преодолевается. Вы-то живёте, и я живу пока. Ну, до определённого уровня. Какого определённого уровня? Он включается каждый раз, когда происходит миоз, то есть, редукционное деление в процессе полового созревания яйцеклеток и сперматозоидов. Этим и надо заниматься. А, то есть, я ошибся. То есть, он включается каждый раз. Подождите, позвольте. Это очень важный для меня момент. Я ошибся. Я вам приписал то, чего вы не говорили. Теоретически возможно преодолеть этот предел, да? Ну да, если этим заниматься. Ну да, но это же очень хорошо. Хорошая новость. Это новость отличная, но просто дело в том, что богатые идиоты, я просто так по-другому не могу сказать, которые могли бы продлить эти удовольствия, которыми уже обладают, они ни рубля не вкладывают в этот процесс. Но я слышал в этом пределе об всяких разговорах вокруг этого очень много лет назад. Неужели ничего не сделано? Да, разговоров много, но и денег не вижу. Я не знаю... Странно, кстати, почему? Я не знаю ни одного человека, который бы получал деньги на такие исследования. Жуликов, которые говорят, вот мы сделали вещество, если там вы его будете пить, проживете долго. На самом деле это вещество хорошо действует после похмелья на крыс. Я не буду называть этого исследования у нас очень популярного. Или другой прохиндей. И что после похмелья происходит с крысами? Они легче выходят из похмелья. А для человека это может быть перспективой? Нет, на человека так не действует. Нет, продление жизни не стоит. Не про продление жизни, а про похмелье. Вещество продается и предлагается как средство для продления жизни. Другой у нас есть прохиндей, который говорит, что надо аминокислотами лечить и продлевать жизнь. То есть, ну, как всегда, это все длится до тех пор, пока они не помирают. Потому что они себе-то продлить почему-то не удается. Странно. Почему люди, которые в этой теме работают и, как вы говорите, зарабатывают на этом, насколько я понимаю, сами действительно себе не хотят продлить жизнь и как раз вложить эти огромные капиталы в реальные исследования? Во-первых, капиталы не огромные. Во-вторых, они прекрасно понимают уровень своей некомпетенции и зачем им вкладывать то, что они точно знают, что они сделать не смогут, когда не могут просто прожить этот самый несчастный кусок жизни так, как им нравится. Ну, я вас умоляю. Это вопрос к людям, которые владеют деньгами. Это вопрос не ко мне. Конечно, не к вам. Может быть, вы знаете ответ? Нет, я знаю. Может, вы слышали? Я знаю ответ. Ответ всегда один и тот же. Человеческая глупость и надежда на то, что со мной это не случится. Ну, как это возможно? Смерть неизбежна. Ну, для многих это не очевидно, судя по тому, что они делают. Вот даже сейчас на улице. Так вот, не только насекомые, то есть высшие представители беспозвоночные, но и низшие, так сказать, они тоже проявляют интеллект. Даже плоские черви, это знаменитые эксперименты МакКоннелла на планарии, показывают, что их можно научить, например, в Т-образном лабиринте поворачивать. Если бить током? С одной стороны, бить током, а в другом предлагать нежный, хороший листочек, что-нибудь вкусное. Даже на таком уровне уже это срабатывает. Да, на таком. То есть несколько тысяч нервных клеток уже. И знаменитый МакКоннелл, ну, и, как вы понимаете, это из Дикой Америки, где одни дикари и живут, додумался того, что взять ту планарию разрезы, скормить другим, и объявил на весь мир, что все остальные тоже поворачивают, куда нужно, стоит сожрать, значит, умного профессора. Но об этом все слышали. Этот прохиндей из Мичиганского университета стал притчей в языцах. Просто уровень безграмотности американской науки на его примере выглядит особенно ярко. Во-первых, он допустил, что в нервной системе существуют некие молекулы, которые хранят память. Во-вторых, он в силу патологической безграмотности, такой типичный популяризатор неуч, додумался до того, что, попав в желудочно-кишечный тракт, там ферментами эти молекулы не разрушатся и загадочным образом попадут в мозги других червей. То есть это патологическая безграмотность, за которой двойки стоят в школе. Подождите, а его эксперимент провалиться же должен был? Нет, он сделал на восьми животных и показал, что это вроде как воспроизводится. Потом сделали другие, сказали, что нет, ничего не воспроизводится. Но в американской науке можно делать все, что угодно, потому что, и вы удивитесь, прошло там 50 лет после работы этого прохиндея, и два прекрасных жулика, независимо друг от друга, господин Левин и Гансман, уже на Плизии, конечно, показали, что это вполне может быть. То есть прохиндеяда продолжается. То есть у них собственных мозгов вообще никаких нет, судя по всему. И они отрицают пищеварение, то есть то, что там расщепляется, они предполагают, что в ДНК и в РНК хранится информация, записанная как на магнитной ленте. То есть уровень Левина и Гансмана зашкаливает просто по безграмотности. Нормально, в Америке такие профессоры размножаются, как тараканы на грязной кухне. И это не единственное представление. Таких представлений, эксгумированных из 60-летней истории с учением животных, тьма тьмущая. Ну, есть интересная, конечно, работа. Действительно, такие, которые ставят вопросы, но дают пока очень сомнительный ответ. Ну, всех же интересует. Вот, например, бабочек все видели, да? Бабочки. Такие летают. Но, естественно, настоящие естествоиспытатели, они задаются интересными вопросами. А вот если гусеницу чему-нибудь научить, а бабочка... Будет ли бабочка, я уже догадался, будет ли бабочка знать это же. Ну, вот Блакинстон такой, Дуглас, он сделал такие эксперименты, травил он этилоацетатом этих самых гусениц. И вроде как бабочки проявляли реакцию. Но нашел, чем травить. Еще опционистом калием травил. Просто, ну, вы знаете, я, конечно, понимаю, что постановка экспериментов в такой стране, как Америка, это отдельный идиотизм. Но иногда просто это шокирует. Ну, еще среди беспозвоночных, если, так сказать, опускаться вниз, конечно, рекордсменами являются осьминоги. Манипуляторы есть. Понимаете, это моллюск с манипулятором. Он впечатляет. Ну, действительно, если посмотреть за моллюском, за этим, там, например, краба посадить в бутылочку и привязать к крабу к ножке веревочку и заткнуть пробочкой, то такой моллюс подплывает, открывает пробочку, вытаскивает за веревочку. И ест. И ест. А еще он открывает дверь, и вообще он дергает все, что может прилипнуть к его присоске. Вот это, конечно, не признак ума, но тем не менее, поскольку других-то занятий нет, на Западе, например, очень модно сейчас изучение генов. Они говорят, вот, пожалуйста, моллюски, у них есть такие же гены, как у человека, транспозоны. Спрашиваешь у них, а чего они кодируют эти транспозоны? Ну, ничего не кодируют, но вот они есть, вот они в одном месте, потом перепрыгивают в другой, поэтому называются транспозоны, скачущие гены. И вот у них есть тоже, как и у человека. Я говорю, ну и что? Говорит, это признак ума оригинально. Гены, которые ничего не кодируют и перескакивают из одного места в другое, это признак ума. Ну, такая западная наука типичная. Ну, вот. Ну, и, соответственно, с этим они заявляют очень приятные вещи, ну, для меня, о том, что существует конвергентная эволюция молекулярная. Это напрочь убивает так называемый кладизм, который не предусматривает никаких параллелизмов. То есть это для людей, знающих, это такой осиновый кол в сердце кладизма. То есть они допускают даже такие вещи. Но здесь надо сказать, что они без хохом происходят в жизни. 28 ученых как-то из Америки, из Канады, из США, из Индии, в общем, отовсюду. Из центров различных и безологических, и астробиологии, все серьезные очень люди, профессора написали статью о том, что такие умные осьминоги они произошли на другой планете. Из другой планеты. И есть все доказательства. И там есть разумные осьминоги, наверное, государство осьминожье. Ну, наверное. В общем, написано, ставят в серьезной научной работе. Ну, и причем привели массу оснований. Значит, они показали, что у человека, во-первых, 25 тысяч генов, которые кодируют белки, да? А у осьминогов 35 тысяч. Вот вам. Выдающиеся генетические... А поскольку все свихнут на этих генах, которые в большинстве случаев вообще не понятие чего кодируют, но тем не менее, это звучит-то убедительно, 10 тысяч больше, чем у человека, они сказали, что да, на другой планете где-то была цивилизация, и они наверняка залетели к нам, видимо, на каких-то космических аппаратах. А вот дальше произошло самое интересное, что меня интересует, ни чуть не меньше, чем мозги осьминогов. Наши многочисленные популяризаторы науки с таким вот интеллектом, как осьминогов, моментально это все разнесли, повторили. Причем в нашей стране это уже не первый раз. Тогда немцы написали книжку в те времена, в советские, о том, что как бы немецкая наука открыла остров в каком-то Тихом океане, где-то затерянный, который населен разными животными. Ну, например, одного носа такой в виде лапы, он встает на камень, а лапами шарит под камни, мыщет себе пищу. Или там... Мышка пола, мне напомню. Мышка, значит, которая выбегает на поле, и чтобы наловить насекомых, она так, у нее хвост специальным шипом. Она его вбивает, встает на хвосте, открывает из четырех лепестков пасть и шевелит язычком. Насекомые садятся, и она их хватает. Вот это бредятина. Это в каком году? Ну, это 70-е годы. Вот это мне поражает. Так нет, они написали это к первому апреля. А, тогда все понятно. И вот я собственными ушами слышал, как у нас крупный академик-заулок, не буду называть его фамилию, стыдновато, ребята. Значит, он говорил, вот видите, настоящая мировая наука, чем занимается? Они открывают новые острова с новыми животными. А мы... Ну, и так дальше. Вот ровно такая же история была и с осьминогами, которые инопланетяне с 35 тысячами генов. И самое главное, если поднять, хотя эти популяризаторы позорные, они все время вытирают эти все следы в интернете, тем не менее, принтскрины сохранены, и их глупость видна за версту. То есть, действительно, это была шутка, и потом эти авторы отозвали эту статью, потому что она была действительно шуткой. Это просто разводка для дураков-популяризаторов. Это ученые частенько так делают. Вот именно с популяризаторами для того, чтобы избавиться от их навязчивого идиотизма. Но, кстати говоря, несмотря ни на что на это, вот такая популярность осьминогов совершенно необоснованная, но они вкусные, в общем-то. И это не надо забывать, уважаемые слушатели. Попробуйте. Тем более учтите, что, поедая их, вы нарушаете очень важную директиву Евросоюза под номером 2010-63-EU, который приравнивает осьминогов, особенно дальневосточных, маленьких, детенышей, очень вкусных, в масле, советую, к млекопитающим в Европе. Да, дело дошло до такого махрового, до махровой глупости, когда на основании вот этих всех сочинений издевательских, которые в том числе являются чистой шуткой, панамой, в Евросоюзе в 2010-м году принят закон, по которому интеллект осьминогов уравнен с млекопитающими. Ну, если это, конечно, беспрецедентная нелепость, но тем не менее, что есть, то есть. А это что, какие-то последствия имеет? Ну, если вы будете есть осьминогов, это нехорошо. Вы должны... Осуждается. Осуждается, конечно. Это что? Это то же самое, что млекопитающих? То есть надо соблюдать кучу правил, там спрашивать у них, разрешите вас обожарить. Да, ну, все понятно. У меня такое подозрение, что это просто протекционистская мера под этим соусом. Ну, я думаю, что... Нет, это принят закон. Это справка о диатизме Евросоюза. Все. Ну, что тут обсуждать, по каким мотивам они это сделали? Но животные моноцикличны, живут несколько лет. И осьминоги, каракайцы потом размножаются и умирают. Ну, вот. Именно с этим связанных высокий метаболизм, в том числе и нервной системы, ну, это отдельный разговор. Но у них на самом деле на центральную нервную систему у тех же осьминогов приходит всего 10% нервной ткани. Там всего 500 миллионов нейронов, ну, примерно, у крупных особей. Из них 10% на ЦНС. Потом 30% уходит на зрение. Зрительная система у них похожа на нашу. То есть, такие же инвертированные глаза, все то же самое. И все остальное, все остальные 60% – это управление конечностями. То есть, такой достаточно гиперспециализированный мозг, не больше ничего. Но 10% на, так сказать, то, что мы называем, психологи называют ассоциативными центрами или центрами принятия решений. То есть, это примерно столько же, сколько в тех же самых грибовидных телах жуков. А про высших насекомых нужно тоже сказать пару слов приятных, потому что они-то на самом деле самые интересные среди всех существ, живущих на этой планете. Я вот всю жизнь занимаюсь человеком не от того, что человек так интересен, или там такая сложная психология, или такое сложное поведение. Маразм – это все. Человеком я занимаюсь, потому что он очень простой. То есть, проще ничего придумать нельзя, чем человек. Объясню, почему. Потому что эволюция приматов, она полная трагедии, большая часть этих самых приматов, агаминид, конечно, вымерла. А вот жуки намного интереснее. К сожалению, когда 40 лет назад с лишним я начинал заниматься нервной системой, я посмотрел, как устроен мозг жесткокрылых, то есть, как потенциальный калиоптеролог, я посмотрел на их грибовидные тела, в которых, в отличие от нашей коры, у нас в коре 6 слоев нейронов, а у них там 12, и нейроны-то помельче, в 50 раз, я понял, что в ближайшие полвека я буду разговаривать в зеркале сам с собой. И как-то мне стало так грустно. Хорошо, что не с жуками. С жуками, да, можно было поговорить, но это, может быть, было бы даже интереснее, чем с самим собой в этой ситуации. Я посмотрел на мировую литературу, понял, что поговорить так ни с кем и не удастся, если заняться этим всерьез. И занялся более простой вещью мозгом человека. Ну, это примитивно, понятно просто. А вот с жуками, сейчас объясню, почему жуки-то, вот эти самые жесткокрылые, как говорят в народе, они самые такие клевые. в отношении, в том числе, мозгов и всего остального. Значит, за всю историю перемерли практически, как вы знаете, все динозавры. Вообще 90% рептилий. Вы также знаете, что та же судьба постигла кошачьих. 90% видов кошачьих просто сдохли, поскольку никуда непригодны на самом-то деле. И много так и птиц, и рыб, и хрящевых рыб, и костных, и костистых самых разных. У нас было несколько глобальных вымираний. Ну, напомню, там, такое, самое глобальное. Пермское. Ну, пермское, да, 250 миллионов лет назад, когда там осталось 20% от всего, от всех растений и животных на планете. И второе, это мелпалеогеновые, 65 миллионов лет назад, когда последние динозавры отдали богу душу. то есть, у нас были крупнейшие катастрофы за историю Земли, а жукам было как-то... Хоть бухны. Хоть в бобарабану. Сейчас объясню, вы не представляете такой степени. Тараканы, вот сколько миллионов лет существуют? Тараканы, это отдельные песни. Не надо драматизировать. Дело в том, что есть специальные исследования энтомологов, действительно, грамотные исследования, поскольку еще все представители отряда калиоптеров, то есть, жуков, они хорошо сохраняются, то есть, они же жесткие, имеют хитиновый панцирь и хорошо в палеонтологических останках сохраняются, как целостные объекты. Что позволяет их хорошо анализировать. Так вот, анализ пяти с половиной тысяч этих самых жуков, представителей, причем не за сколько-нибудь, а за 300 миллионов лет, показал, что на планете Земля существует, за всю историю планеты существовало 214 семейств жуков. 214. Так в настоящее время из них живет 179 семейств. То есть, 300 миллионов лет огромные биологические планетарные катастрофы, ни одна. Там оледенение, оттаивание, переход материков, подвижность этих материков, похолодание, потепление, никак на них не сказались. То есть, у нас 70% жесткокрылых на этой планете вообще не заметили этих безобразий. То есть, о чем мы говорим? Это говорит о том, что их достаточно совершенный мозг обладает такими способностями к адаптации, что представить себе невозможно для других видов. Других видов таких нет. Это единственные существа при таком разнообразии, при таком массе форм. Зайдите в любой зоологический музей, что московский, что питерский, насладитесь огромным количеством разнообразия жуков от мельчайших в миллиметр, окончая огромными существами. И это все разнообразие существует ни много ни мало, там, 300 миллионов лет, почти без потерь. При этом они хладнокровные, обращаю ваше внимание. При этом они не строят замков, дворцов, они не обладают паровым отоплением. У них даже нет компьютеров. То есть, что вообще возмутительно. Как они могут с этим выживать в настоящее время? Тем не менее, они отлично процветают. И они оказались самыми устойчивыми в истории этой планеты. И это очень важно. Сложная нервная система, существа со сложной нервной системой, а еще раз напомню, что у них там мозг стоит из нескольких крупных отделов. Прото, дейта, трита, церебриум. Есть специальные грибовидные тела, где нейроны расположены слоями, причем этих слоев может быть до 12 штук. Есть специальный нейрогемальный орган, который обладает, той самой запускает гормональную регуляцию организма. И вот эти существа при такой сложности, непростоте, нервной системой круглых червей, которых там 135 нейронов, и там в любом дерьме можно ковыряться с удовольствием, использовать для здоровья. Нет. Это сложные существа, сложной биологии, сложным размножением. Сейчас все доступно. Можно включить интернет, посмотреть, например, брачные игры жуков-оленей. Это может оказаться позанимательнее бодание настоящих оленей. И много чего другого. И сложнейшие формы поведения. И при этом они сохранились. А вот вопрос. Получается, по вашим словам, что более древние существа оказались гораздо более адаптивны, чем те, которые эволюционно после них появились. Нет, не так. Много очень древних существ полностью исчезло. Но я имею в виду конкретно эти. А, эти? Ну, эти интересны тем, что у них оказалась такая нервная система, такая биология. То есть, такие потенциалы адаптивных перестроек, что на них никак не повлияло вся эта могучая. Почему эволюция не пошла по этому направлению? Так она и пошла. Они лучше всех сохранялись. Они-то да, но почему-то в дальнейшем, ну, я исхожу из вашей логики, в дальнейшем появилось множество других существ, которые хуже адаптировали. По идее, в процессе эволюции должны появляться все более-более совершенные в плане адаптации организма. С какой стати? Вопрос стратегии воспроизводства репродуктивного. Понимаете? Там, например, тридактно, это вот, знаете, такой большой моллюск двухстворчатый, из которого там Александр Македонский построил себе это умывальник. Ну, у нас тоже там в Питере баловались этим сильно царские особы. Большая раковина такая, в которой можно там и носки постирать, там, руки помыть. Ну, неплохо. Вот она выбрасывает за один раз где-то миллион или 10 миллионов, я уже не помню, сперматозоидов. Понимаете? Это репродуктивная стратегия. То есть, можно идти разными репродуктивными стратегиями. Где-то дает эффект быстрая репродуктивная смена, быстрый отбор, большое количество. В другом месте приспособление тщательное дает результат, сохраняет вид. Ну, как те же самые шимпанзе по 15 лет возят с ребенком, там, своим обезьянкой, чтобы его вырасти. Это тоже дает результат. Детенышей мало, но о них забота. В биологии не существует универсального закона, который бы сказал, что вот там миллион сперматозоидов и миллион яйцеклеток тридактные. Это эффективный путь. Один детеныш шимпанзе неэффективный. Вопрос, как это обставлено. Потому что там тридактная большая часть, конечно, съедают просто рыбы, да и все. А по поводу интеллекта вот этих жуков, что скажете? Что интеллект? Как все, так вот я почему начал про жуков говорить. Это та же самая история, что с осьминогами. Просто осьминогами удобно наблюдать. Их держать в аквариуме, ставить там всякие эксперименты. На самом деле высшие насекомые, они не менее интересны. Обладают хорошей памятью. я в юности делал такие эксперименты, насколько, например, осы общественные, те самые простые, которые у нас живут, везде всех кусают замечательным образом. Вообще, насколько у них память сохраняется. И эксперимент сводился к тому, что им предъявляли в одном месте корм один раз, а второй раз, а потом кормили в другом месте. Все, подкармливали немного. А потом, через три месяца, то есть, к концу жизни уже рабочей, осы давали в том месте, где кормили один раз. А в этом месте, где их привычно подкармливали, убирали. Меченая оса, та самая, которая была один раз на одно предъявление, она с удовольствием находила тот самый первый вариант кормления. То есть, о чем это говорит? О том, что при 50, 60, там, 70 тысяч нейронов у них есть доля вот этого обучаемости. То есть, она небольшая, как у нас. У нас просто адаптивное поведение построено, сложное поведение, разум, то, что мы называем, построено на обучаемости. Значит, это может быть этническая, семейная, индивидуальная, но обучаемость. Она передается в виде сказок, форм поведения, традиций и всего остального. У них такого нет, но у них тоже есть доля в нервной системе образования новых связей. А это значит, у них есть средства для запоминания. Большое оно, не очень. Где-то на 10% поведение высших насекомых адаптивно, может быть, на 15% у некоторых видов, а на 90%, там, 85%, оно инстинктивно гормональное, то есть, наследуемое. И об этом говорит, в общем-то, механизм, вот лучше всего известный, в том числе, в генетических исследованиях и нейробиологических, дрозофилы, плодовые мушки. Так вот, показано, что были такие работы, когда прослеживали этих мушек размножения на протяжении 700 поколений. Это много. Потому что, если посчитать, то у нас 700 поколений. На 25-то лет умножить. Да, да, это совсем другая история. То есть, мы тут докатимся до эриктоидов. Вот, сразу. То есть, а у них не произошло ничего. То есть, у них, как были разветвления нейронов, там нейрон образует аксонодендрит, которые ветвятся. И вот там третье, четвертое, иногда и пятое деление аксонов, то есть, ветвление внутри нервной системы, оно повторяется. То есть, это говорит о том, что такого генома, как у насекомых, достаточно, чтобы воспроизводить инстинктивно гормональные формы регуляции поведения. А те 10%, которые остаются на них индивидуально, нужны для того, чтобы адаптировать поведение к внешнему миру. И это и есть их индивидуальный разум. Он построен, конечно, на инстинктивно-гормональных принципах. Ну, вот, например, муху довольно трудно научить вылетать в форточку. Она в стекло долбится. Почему? Потому что зрительная система доминирует, вот она и не видит стекла. Поэтому и так подыхает, падает, засохшая. В этом все дело. То есть, у них доля индивидуального научения очень низка. И это, кстати, у млекопитающих то же самое. Низшие формы млекопитающих, всякие кроты, мышки, там, у крысок чуть получше. Ну, вот, кроты, мыши, это, конечно, не объект исследования интеллекта, как многие на Западе думают. Никакого отношения не имеют. С тем же успехом можно работать на тараканах, потому что у них тоже доля индивидуального научения очень невелика. Просто они покрупнее, с ними удобнее работать. Так что, вот, примерно такая история. Так что, животный мир представляет собой бесконечный баланс между двумя вещами индивидуального научения и инсентивно-гормональной регуляции. У человека есть инсентивно-гормональная регуляция, как у осьминогов, жуков? Есть, конечно. И некоторые отдаются ей со полной страстью и ведут себя, как настоящие осьминоги. То есть, ничего, никакого интеллекта от них ждать не приходится. И вот их мотивационный пул исчерпывается теми же самыми принципами, что у насекомых. С другой стороны, у человека огромный потенциал адаптивного поведения, который рождается из индивидуального жизненного опыта. Поэтому эволюция шла по-разному. Оказалось, что да, вот эти инсентивно-гормональные наследственные механизмы очень эффективны, если они хорошо адаптируются, как у жуков. А во многих случаях они никуда не годны. И когда нужно осваивать новые пространства, вести сложный образ жизни, адаптивная система, как у нас, у нас только 10% инсентивно-гормонального, то есть, все наоборот, по сравнению с беспозвоночными, то тогда значит, для прогресса того самого необузданного, о котором мы все время говорим, научно-технического и всего остального, лучше регуляционный, то есть, когда можно научить индивидуальных особей. Вот примерно так. Очень интересный доклад, который вы сейчас сказали. Очень хотелось бы продолжить эту тему, и многие вопросы я не задал, но будем считать, что это вступление к большому циклу передач, который мы куда-нибудь вступим еще. мы продолжим беседы. Хотел последний вопрос задать, хотя, по сути, я их и не задавал, я только реплики делал. Скажите, какое животное самое умное на планете, на ваш взгляд? И самое глупое одновременно. Нет, пока что только половина вопроса. Ну, люди, люди, конечно. Ну, я говорю, безусловно, не о людях. А, не о людях? Это сложно. Приматы высшие все-таки очень близки к нам при всех их недостатках. Ни дельфин, ни слон? Нет, нет, это гиперспециализированные существа, которые, так сказать, да, имеют свои специализации, но это не дельфин. Дельфин вообще архаичные мозги и архаичные принципы работы. Слон – это гиперспециализированная тварь, у которой большая часть мозга подчинена управлению двигательным системам. Ну, собственно, как у осьминога. А, конечно, приматы, потому что вопрос специализации. Приматы минимально специализированы. Отойдя от человеческой ветви, там, 7-7,5 миллионов лет назад от нашего пути, они были явно на нашем пути развития. И, вернувшись в свою среду, они, в общем, сохранили ту, скажем так, адаптивный полиморфизм, который им позволил сохраниться. Пару слов, как я и анонсировал в самом начале о вашей книге. Но эта книжка не про обезьян и не про животных, это книжка про человека. Все-таки как бы делаем вид, что мы венец природы, поэтому разбираться в мозгах нужно. Здесь, в этой книжке, издано развитие человеческого мозга, начиная с оплодотворения, так, как он формируется, с картинками, соответственно, со стадиями. И буквы большие. Ну, буквы, да, специально для внутриутробного прочтения. Ну, вот. И дальше атлас мозга со всеми признаками, всеми человеческими мозгов, которые нужны в основном для студентов или практикующих врачей. Спасибо. До свидания, уважаемые зрители. Мы продолжим с профессором Савельевым целый цикл передач на эту тему. До свидания.